Выбирая макияж для выпускного вечера, конечно, стоит учитывать тенденции, но с оговорками на стиль, характер наряда и индивидуальность. Мастера мейкап-студии Гримёрка разработали семь концепт-образов для выпускного в духе 2016. Итак, первый образ направлен на стойкость. Ему не страшны ни палящее солнце, ни брызги воды. В нашем макияже я использовала кремовые тени. Смотрятся они очень легко, держаться они будут целый день и создают такое праздничное настроение. Также можно добавить немножко сияния на слизистую, тоже при помощи кремового стика. Он подчеркивает оттенок глаз и создает, опять же, очень сияющий легкий взгляд. В качестве румян я использовала продукт тинт, который подходит для щек и также для губ. Оттенок такой нежно-розовый, немножко с золотым подтоном. Преимущество тинта в том, что он очень легкий, полупрозрачный, создает очень свежий, легкий оттенок, при этом он очень хорошо держится, с ним даже купаться можно. Образ номер два – это стильный кэжуал, подходящий как для официальных дневных мероприятий, так и для расслабленного вечера. Мы здесь использовали сияющие различные шиммеры, хайлайтеры, чтобы подчеркнуть свежесть и юность кожи. В качестве небольшого акцента я сделаю цветной каял. Сейчас очень в моде различные цветные каялы, цветные стрелки. Он немножечко подсветит цвет глаз и создаст такое весеннее-летнее настроение. На губах мы сделаем помаду вот такого замечательного персиково-розового оттенка. Он также подчеркнет смуглый цвет кожи, загорелый цвет кожи и сделает образ таким невинным, детственным и очень нежным. Помаду можно наносить прямо без карандаша, особенно если они светлых оттенков и можно будет поправлять ее в течение дня даже пальчиком. Не противоречит образу выпускницы яркие и насыщенные цвета. Если соблюсти все правила, такой макияж не будет выглядеть вызывающим, а именно модным. Если используется достаточно активный цветной макияж, то его желательно подобрать под платье. И минимум аксессуаров, минимум каких-то колец, то есть весь аксессуар будет в макияже. Вот и все. То есть он будет как такой финиш, мейкап, штрих. Если девочка молоденькая, то, конечно, брови не нужно делать очень яркие, особенно графичные. В любом случае цвет нужно придать оттенок, подобрать под цвет волос, но стараться не делать их очень графичными и очень темными, допустим. Тогда сразу она будет выглядеть старше и акцент с глаз переместится на брови. Для тех, у кого золотая медаль, красный диплом или кто просто подает себя в образе хорошей девочки, существует концепция мейкап-фри. У нас достаточно такой сдержанный образ, образ юной леди, который, в принципе, всегда будет актуален. Отлично подойдет для тех выпускниц, которые в жизни, допустим, мало красятся. И яркий образ для них сейчас сразу так тяжело примерить. Также такой образ хорошо подойдет к нежному наряду, отлично будет его дополнять. И, как вариант, можно использовать такой макияж с легкими стрелочками, с яркими губами. То есть, если бы у нас, допустим, здесь было черное коктейльное платье, да, красные губы отлично бы дополнили такой макияж. Ничто не мешает представить свой выпускной в торжественном формате красной ковровой дорожки. Это, в свою очередь, предполагает шикарный наряд и не менее шикарный макияж. Макияж у нас соответствует красной губы, акцент только на ресницы и на ровный тон лица. Мы не будем делать классические красные матовые губы, мы сделаем акцент на сияние. Потому что матовые губы немножко уходят на второй план в этом году. И в тенденции легкое сатиновое свечение. На глазах мы создадим акцент при помощи сияющей пудры. Наносить ее нужно обязательно пальчиком. Это как украшение с бриллиантами. Под голливудский образ подойдет идеально платье в пол, какой-то строгий костюм, может быть даже смокинг. Заключительный образ посвящен сексуальности и чувственности. Поэтому акценты расставлены и на глаза, и на губы. Такой образ подойдет, конечно, не всем. И это точно не выпускница школы, это скорее выпускница уже университета. Макияж глаз я выполнила в технике смоки. В данном визаже, чтобы он не смотрелся скучно, я добавила тени с металликом. Также можем добавить немножечко теней под цвет платья на нижнее веко. Все предложенные идеи подходят и просто для летних вечеринок и праздников. Главное, чтобы для них были поводы и, конечно, хорошая погода. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!